Время поста и усиленных молитв, духовного роста и добрых дел. У мусульман всего мира идет священный месяц Рамадан. Считается, что именно в этом месяце была неспослана священная книга Коран. Первые стихи открылись пророку Мухаммеду, когда он находился в духовном уединении в пещере недалеко от Мекки. Для мусульман Рамадан является одним из пяти столпов ислама – обязательным элементом веры. В священный месяц, помимо традиционных пяти молитв, мусульмане еженочно совершают дополнительную молитву-намаз, раздают пожертвования и милостыню и соблюдают строгий пост. Наступил долгожданный месяц, месяц Рамазан, месяц благих деяний, месяц прощения прегрешений, которые есть у человека. И за счет этих хороших дел человек избавляется от плохих и записывается награды, неисчислимые никакими мерами. Иногда говорят, что после этого человек не ест, не пьет и вроде и все. Но опять-таки это не только физическое какое-то действие, но это опять-таки духовное. Духовное – это очищение души. Во время Рамадана верующим запрещено принимать пищу в светлое время суток. Есть разрешается перед рассветом до утреннего намаза, и такой прием пищи называется сухур, а также с наступлением темноты, после вечерней молитвы. И эта трапеза носит название Ифтар. Совместное разговение – традиция, почитаемая веками. На Ифтар принято собираться всей семьей приглашать гостей. В Самаре ежегодно проходят совместные трапезы в мечетях, но в этом году решили организовать Ифтар областного масштаба. Он пройдет 20 марта на стадионе Самар-Арена, начало в 17 часов. В Самарском регионе постоянно проживают более 200 тысяч мусульман. Это люди разных национальностей. Одна из самых многочисленных этнических групп татары. Их предки – волжские булгары, проживавшие ранее на территории Поволжья, приняли ислам более 1100 лет назад, в 922 году. Татары всегда очень щебетельно относились к своей культуре, своим традициям, в том числе к своей исламской традиции, потому что с 9 века татары, булгары, потом татары, они исповедовали здесь суверенный ислам. Приятно, что такие мероприятия по популяризации ислама, по популяризации мирного ислама, настоящего ислама, дают свои плоды. Мы гордимся, что проживая на этой территории, мы сохранили эту религию, сейчас ее проповедуем и надеемся сохранить для будущего поколения. На областной Ифтар планируют пригласить гостей разных национальностей, чтобы продемонстрировать единение народов и подчеркнуть, что ислам всегда был и остается религией мира и добра. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.